Он отличается как раз тем, что это право на самоопределение народа и оно уже реализовано армянами. У армян есть свое государство, они реализовали свое право на самоопределение. И вопрос Карабаха это не вопрос самоопределения, это территориальный спор. Шакур, привет, расскажи про обычаи кражи невест. Это типа, если тебе девушка понравилась, можно ее на улице схватить и к себе увезти, а ее родственники к такому норм относятся, и не унижение ли это девушки. Это омерзительный обычай, который пришел к нам, по всей видимости, со времен невежества, когда мы не были еще в исламе, в целом наш народ. Ну и здесь надо еще отметить, что это не индивидуально чеченская традиция, это в целом у народов Кавказа это практиковалось. Поэтому это такая общая, можно сказать, традиция, общая обычаи. И очень омерзительный, мерзкий, это то, что должно быть искоренено. Конечно, это является унижением девушки, это является унижением ее родственников, это неприемлемо, в принципе. Но у нас это практиковалось до определенного времени. Вот сейчас это преследуется, на территории Чечни это не допускается. Но до недавних пор это практиковалось, и, к сожалению, это считалось, как вам сказать, это не приветствовалось никогда и никем. Никто бы, никто не хотел, чтобы его дочь, его сестра была украдена, никому это не нравилось. И когда подобное происходило, это, конечно, приводило к какому-то возмущению, к каким-то конфликтным моментам. Но в целом такие вопросы как бы утрясались, потому что считалось, что это соответствует нашим обычаям, традициям. Но это, к сожалению, есть, бывают такие вещи, которые переходят со времен невежества и продолжают практиковаться. Против этого надо бороться, это надо искоренять. И те люди, которые как-то пытаются это защитить, это отстоять, это вообще непонятно для меня люди. Вот эта вот практика, значит, кража невесты и практика вот этих вот потанцушек или каких-то танцевальных обрядов, лоузеров и так далее. Это тоже омерзительные вещи. Когда смотришь на это со стороны, это настолько отвратительно. Не знаю, что является более противным, эти танцы или те, кто записывают это на видео и выкладывают на общее обозрение. Ну, это как бы все следствие этой грязи. Если это сама по себе эта грязь происходит, то далее происходит и распространение этой грязи. Для того, чтобы этого не было, нужно первоисточник убрать. Недостаточно убрать распространение, если мы первоисточник не уберем. Томсо. Если потакать каждому сепаратисту, то что от России останется? За деньги Запада найдутся сепаратисты, желающие Рязань от России отделить. Давайте не будем до абсурда доводить тему. Есть понятие права народа на самоопределение. Здесь имеется в виду право народа, а не так, что часть народа решила отделиться. Нет, конечно. Это сегодня, если часть чеченцев захочет отделиться, конечно, они тоже не имеют на это права. Здесь вопрос идет о праве народа. Это непосредственный народ, относящий себя культурно, традиционно, религиозно к одному обществу. И это он имеет право на это самоопределение. А не так, что каждый город, каждое село захотело свой флаг подняло и провозгласило свой суверенитет. Конечно, это не так работает. Поэтому вопрос с Рязанью, Москвой, Питером, он вообще смешной. Это неправильное сравнение. Другое дело, когда мы говорим о каких-то других народах, как, например, о татарах, которые тоже, по сути, порабощены, покорены и насильно включены в состав Российской империи. Да, вот татары имеют полное право на самоопределение, быть суверенным государством. Это да. Там какие-нибудь другие республики, которые в основе не являются Россией, русскими людьми они не являются. Скажем, якуты, допустим, они что, русские люди, что ли? Нет. Но это их проблема, это их право. Насколько они чувствуют себя иным народом, насколько у них культурно, там, ментально они отличаются от русских людей. Это, понимаете, это вопрос индивидуальный. Я не могу судить о других, но я могу точно судить о своем народе. Я знаю, что мы гораздо лучше, эффективнее и плодотворнее сосуществовали бы в рамках двух независимых государств. Это было бы полезно и для россиян, и для чеченцев. Это вот, кстати, обычно такую параллель проводили, когда был Карабахский конфликт сейчас. Азербайджан воевал с Арменией. И вот нам говорили то же самое. Меня, в частности, упрекали за то, что я поддерживаю в этом конфликте Азербайджан. А чем, типа, отличается вопрос, значит, Карабаха от Чечни? Они тоже, мол, хотели суверенитет. Он отличается как раз тем, что это право на самоопределение народа. И оно уже реализовано армянами. У армян есть свое государство. Они реализовали свое право на самоопределение. И вопрос Карабаха, это не вопрос самоопределения. Это территориальный спор. И это подмена понятий, когда таким образом пытаются спекулировать. Говорят, что они пытаются реализовать свое право на самоопределение. Это ложь. Самоопределиться армянам дали уже давно. И они проживают в своем суверенном государстве. И эти армяне, которые живут сегодня на территории Карабаха, они при своем прижелании, они могут реализовать это свое право на территории Армении. У них нет проблем с тем, что им не дают это право реализовать. У них есть проблема с тем, что они хотят эту территорию в состав той страны, которой они уже реализовали вот это право на самоопределение. Понимаете, они просто хотят туда еще территорию. Поэтому это чисто территориальный спор. Он отличается от конфликта, от российско-чеченского конфликта именно вот этим. Что чеченцы не территорию хотят у России, а чеченцы хотят самоопределиться. Своё независимое свободное государство они хотят в рамках той территории, которая исконно принадлежит чеченцам. Вот в чем разница. А почему абхазы не имеют права на самоопределение? Если не хотят они в Грузии жить, это отдельный народ же. И почему Ишкерия не претендует на Панкийское ущелье, где живут исторические чеченцы давно? Абхазы имеют право на самоопределение, но это вопрос между абхазами и грузинами. А не между Россией и Грузией. Понимаете? Пока там находится российская армия, и она борется с Грузией, это не вопрос самоопределения абхазов. Это вопрос оккупации этой территории, грузинской территории, российскими войсками. Поэтому это совершенно другая тема. А так мы, чеченцы, не решаем за грузин или за абхазов. Мы говорим, пусть они между собой решат, мы примем то решение, которое у них состоится. Но мы не примем то решение, которое насильно навязано Россией. Мы прекрасно понимаем, что из себя представляют сегодня эти территории. Это никакие несуверенные государства, ни Абхазия, ни так называемая Южная Осетия. Поэтому здесь мы, конечно, не согласимся. Что касается Панкийского ущелья, то у чеченцев нет никаких претензий к этой территории. Это территория Грузии, на которой компактно проживают чеченцы. Вы понимаете, каждый конфликт, и конфликт, и вообще территорию, ее нельзя рассматривать вне контекста исторического. Все существует в историческом контексте. Я часто вижу, когда, допустим, кто-то начинает говорить на тему и говорит, допустим, в таком-то веке, говорят, нет, 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 зачем нам это прошлое, мы выживем в настоящем, говори вот сейчас. Но ты не можешь это сейчас рассматривать вне исторического контекста. Поэтому здесь очень важно, почему, допустим, Аух отличается от Панкиси. Тем, что здесь есть исторический контекст, Аух это территория, которая нагло была захвачена. Соответственно, здесь есть претензии. А здесь нет этих претензий Панкиси, потому что здесь не было никакого захвата. Вот в чем разница. Поэтому эти ситуации отличаются друг от друга. Субтитры создавал DimaTorzok